Контроль за состоянием воды в Печоре осуществляется надлежащим образом. В этом лично убедился губернатор региона Юрий Бездудный во время очередного рейда в район Тошвиски на границе с Республикой Коми. Здесь сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды ведут ежедневный мониторинг состояния воды в Печоре. Мобильный пост развернут со вторника 18 мая. В поездке приняли участие представители Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа, региональные СМИ. Абсолютно справедливо жители выражают свою озабоченность, связанную с тем, что, возможно, загрязнение через Кову попадет в реку Печора, от которой питается целый ряд населенных пунктов. Пробы воды берутся ежедневно. Мобильный пост природоохраны будет работать, пока существует опасность загрязнения Печоры. Мы видим мобильный природоохранный пост. Он здесь постоянно работает и в дневное время берет пробы воды в течение всего дня. В дальнейшем вода исследуется. И за то время, которое произошло с момента аварии, не зарегистрировано превышение норм. При этом пост и дальше будет работать, поскольку мы его действительно выражаем серьезную озабоченностью, связанную с качеством воды. На сегодняшний день качество воды не вызывает никаких нареканий. Организовать мобильный пост наблюдения глава региона поручил в связи с утечкой нефтепродуктов на Оржском месторождении. И ежедневно в районе Торшвизки забирают пробы воды и передают их для измерения концентрации нефтесодержащих продуктов в специализированную лабораторию Центра природопользования и охраны окружающей среды. На текущий момент за весь период работы мобильного поста мы видим, что фактов загрязнения не было. Есть нормы, которые касаются ГОСТа по питьевой воде и для хозяйственных нужд, есть нормы, которые подходят для рыбохозяйственных рек. Они более строгие. Это 0,05 мг на дециметр кубический жидкости. На текущий момент этот показатель 0,03 дециметр кубический. Это вода более чем в 10 раз чище той воды, которая по ГОСТам пригодна для питьевых назначений. Результаты ежедневно публикуются на сайте Департамента природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Ненецкого округа и в официальных аккаунтах профильного ведомства в социальных сетях. Мобильный пост, он помимо отбора проф, также взаимодействует с администрацией муниципальных образований. У нас на контроле находится вопрос взаимодействия с главой муниципальных образований в таких разъемных пунктах, как УСЧИНИМА. И мы понимаем, что на текущий момент там также проявлений радужной плёнки нет. Между тем, по прогнозу Росгидромета, при негативном развитии событий нефтяное пятно достигло бы Нарьинмара ещё 15-17 мая. Но этого не произошло. Благодаря оперативным и эффективным мерам, принятым недропользователям для сбора и сорбации разлитой жидкости. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал Север.